Ну что, давайте помолимся. Сокровище благих и жизнеподателю приведи все со мной, и очистены от всяких скверных, и спаси блаже души нашам. Господи, благослови вас. Свою благослови вас. Рождество поется. Не дай уклониться ни направо, ни налево, от истинного понимания Божественного Слова, и пребудь с нами. Хвала тебе, чести, поклонения, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Бегать надо сказать. Она еще не владеет. Что, говорит, поется сейчас? Да, благодарю за замечание. Пойдите, Рождество, что хотите. Не греш. Заняйте им царю небесным. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Послание к римлянам Святого Апостола Павла, 13 глава, 7 стиха. Итак, подавайте всякому должное, кому подать, кому оброк, оброк, кому страх, страх, кому честь, честь. Толкование. Благодарность к начальникам есть, говорит, неизбежный долг твой. Отдавай же должное всякому, кому вручены различные начальствования. Кому следует подать, то есть подать поголовное, тому отдавай подать. А кому оброк, то есть взнос за землю, тому отдавай оброк. Но не одни только деньги давайте. Воздавайте и страх, то есть почтение, благоговение и отменную почесть. Поэтому присовокупляет, кому честь, честь. Страх бывает двух родов. Один страх тот, которым боятся преступники. Страх, происходящий от худой совести. Этот страх еще прежде от веркапостол. Другой же страх тот, который имеет любящие к любимому. То есть высшая степень почтения, как сказано. Нет скудости у боящихся его. Псалом 33, 10. И страх Господень чист, пребывает вовек. Псалом 18, 10. Здесь, разумеется, благоговение. Псалование закончено. Ну давайте. Вопросы есть? По этому стиху. На прошлом занятии немножко касались. Этого уже. Ну и я замечал на прошлом занятии, что у нас в российском государстве не принято ни налоги платить, ни честь не давать. В этом деле мы, конечно, далеко отстоим от учения Павла. Я имею в виду, ну вообще русский менталитет. А за рубежом там как-то вот по-другому. Ну может быть, я и ошибаюсь. Говорили, что и за рубежом тоже там хватает всего. Но вот я слышал, что насчет налогов там прям считается позорным. Кто не платит налоги. Ну а у нас власть покритиковать этого каждый второй. Вот. Ну может быть еще и власть тоже сама себя компрометирует. Поэтому воруют. Коррупция. Поэтому как им честь тут будешь отдавать? Тоже как бы есть отговорка маленькая. Что их почитать, если они там заворовались, все негр перекачали за границу, нам ничего не дали. Но однако молиться за начальствующих это прямое повеление Божие. Может и Господь и им откроет дверь покаяния. Так. Вопросов нет? Может кто-то добавить хочет? Никого нет? Игнать Тихонич, вы хотите? Бьются красные и белые. А спрашивается зачем? У каждого дом, жена, работа. Бьются за власть. А что означает власть? Победить другого и теперь иметь власть, казнить и миловать. Начинаются репрессии. И далее накладывают на всех налог. Подуши там, писами, соболями, пшеницей с поля. Вот для чего власть-то нужна. Дальше он не работает, берет себе деньги. Он не работает, он придумывает разные должности. Я не знаю, достоверна ли статистика, но увеличилось количество бюрократии после перестройки-то в четыре с лишним раза. Я вот приходил, где представитель президента, федеральный инспектор. Один стол стоял. Я там у них копирку делал. Прихожу, два стола стоят. Потом пришел, четыре стола стоят. В одном маленьком кабинете боком проходить. А делать ни один ничего не создает и не делает. Они не руководят, а только подсматривать. Что он, федеральный инспектор, может делать-то? Инспектировать? Глядеть, чтобы они нарушали. А почему попадаются? Вот решили судьям дать большой оклад. Оклад был нормальный. Даже пенсия 57 тысяч рублей. Ну куда это? Что это за пенсия такая? А судей-то море. И каких только нету. Да зачем? Чтобы взятки не брали. Это так думают. А почему брать не будут? Теперь взятки будут брать они уже не тысячами, а миллионами. Взятку дают, считаешь, 520 миллионов рублей. Это ужас какой-то. И однако сажают, ты смотришь. Вот Тульская область посадили, другой там. В одном месте губернатора расстреляли. Для этого власть нужна. А если бы власть была нужна для того, чтобы правильно руководить, знать, наставлять хорошие законы, помогать бедным, для чего Бог-то установил власть-то? Да кто бился за эту власть? Тот побежденный ушел, теперь работает на шахте, работает на поле. Заботы нет, отработал дома. А тот, который действительно правитель, как Петр Аркадьевич Столыпин, день и ночь вырабатывает, какие законы надо придумать, чтобы люди жили нормально, чтобы государство было крепким. Вот как надо и смотреть на это. Оброк, оброк. Я знать еще не знаю сижу, у меня репрессированные, за землю не брали. Все вдруг куда-то снимается, я вообще льготы ни одной не имею, хотя у меня 12 позиций там есть. И вдруг присылают сейчас деньги, кажется, 12 что ли тысяч заплатите за землю. До этого не рубля. И говорили, нет, вас не положено. Ну ладно, община, там взяли на себя и где-то. А что скажешь? Оброк наложили, притом как-то Кемеровская область. Я вообще не разбираюсь. Причем Кемерово здесь. Земля-то, она ему не принадлежит, он берет за землю. Другое дело, вот у меня лошадей табу, я должен 10-ю часть отдать. Тут понятно. Земля. А какая земля? Дом стоит, я говорю. Ну я не буду платить за землю. Ну дом-то не может в воздухе висеть-то. А именно территория, занимаемая основанием дома. А как же в городских квартирах живут? С кого брать-то? Друг на друге это 10 раз накладывать на один квадратный метр? Вот почему власть и нужна. Жизнь отдают за это, бьются, чтобы не работать. И сами и гаремы их жили ничего не делая. Поэтому эта власть граничит над стадией антивласти. Когда она грабит народ и не думает о его благосостоянии, о спасении. Отошел. Ну и еще же, как нам быть-то с этой властью? Платить, что требуется. Платить, платить. Но главное, что они-то не для этого призваны-то, чтобы только брать оброк-то. Берут оброк, они должны здесь сделать, чтобы нормальная была жизнь. Не школу закрывать. Не так, чтобы за один зуб там себя последнюю рубаху снимают. Какие бы ни были плохие коммунисты, но однако учили. И лучшее образование в мире, может быть, было. А одни парты, посмотри, какие были. Как было-то все. Я уж не говорю про армию, и они военные. Ну, однако же и медицина была на уровне-то. Везде все. Все разворовали, абсолютно все. У нас в деревне один служил. И пишет папа, от старой шинелки отрежь пуговки, пришли. Пуговок нету. Дали, говорит, шинели без пуговок отдельно продали. Ремня нету. Бляхи нету. Пряжки нету. Ну, чего ж тут, непонятно. В больницу ходили, давно ли было, с собой ложку, чашку притащи. Это при коммунистах даже не было. Даже при этих людоедах и то не было. Ну, явно дело, что что-то не то делается. А что делать? По грехам нашим. Терпеть и молиться. Я же не призываю воевать. Послание к римлянам. 13 глава, 8 стих. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Толкование. Иные долги, говорит, отдавайте. Но любовь не желайте никогда выплатить, а всегда имейте ее долгом постоянным. Если ты сегодня окажешь ближнему расположение любящего, то не воображай, что поэтому завтра ты должен пренебречь им. Напротив, всегда думай, что на тебе лежит долг любить ближнего. Да. Не каждому, к сожалению, это дано. А вот они меня ограбили, там все. Как его любить-то? Конечно, хочется и возроптать, и по-человечески, то есть справедливость, чтобы... Я говорю, я тогда маленький был, мне бы понятна была эта идея. Как так? Они буржуи, жирные, все это. Я всей душой был пионером, помогать бедным, чтобы справедливость восторжествовала. У них все, у него ничего. Ну, а теперь это понятно, что бедный-то тоже не всегда прав, пока он саму фону. Ладырюк, из Ладырюк-то. Тут смотреть надо. Так, вопросы есть? Нет вопросов. Идем дальше. О римлянам 13 глава 9 стих. Ибо заповеди Не прелюбодействуй, Не убивай, Не кради, Не лжесвидетельствуй, Не пожелай чужого, И все другие заключаются всем словом. Заключаются всем слове Люби ближнего твоего, Как самого себя. Толкование. Кто любит Ближнего, Тот исполняет Закон. Поэтому каждый Должен любить Ближнего своего, Потому что Получает от него И от любви к нему Столько благодеяний, Что исполняет Весь закон. Не сказал, Дополняется, Но заключается. То есть В этой заповеди Сокращенно Заключается Весь состав Заповедей. Ибо Начало И конец Добродетели Есть любовь. Далее Закон Требует Любви В высшей степени. Любви, Говорит Ближнего, Как самого себя. А Господь Наш Требует Большего, Внушив, Чтобы Мы Любили Ближнего Более, Нежели себя. Ибо Научает Полагать За друга Душу. В этом Читаем Вангелие От Иоанна 15-я Глава 13-й Стих. Вопросы? Ну Слово сказать Сегодня С братом Владимиром И Никитой Благовествовали Ну И у храма С женщиной Разговорились О заповедях Как раз Ну Я говорю Ну Назовите 10 заповедей Вот Из 10 Три Кое-как Человек Называет Редко Обычно Две Не убей Не укради И дальше Стоят Глаза Ими хлопают Верующие В храмы Ходят Там Свечки ставят И она Говорит А вот Я стараюсь Соблюдать Заповеди Я говорю А какие Вот Она Назовала Три Не убей Не кради А третью Я уже Не помню Какую Она назвала А первые Четыре Касаются Любви к Богу Помни день Субботний Я есть Бог Твой Не создай Севку мира Как будто Люди И не слыхали Об этих Заповедях Такое Впечатление Создается А с другой Женщиной Разговорились Та С фитнес Зала Шла И она Главное Это Здоровом теле Здоровый дух Завтра Завтра И умрем Как Она Давай Меня Чуть Живой Еле Ноги Вынес Я говорю Что же Вы говорите Что пар Выпустили Спортзале А меня Готовы Это Самое А что Просто О смерти Напомнил Что все Это Тленное Пройдет Это тело Там Тем более Женщины Мышцы Эти Зачем Они Нужны Вопросы О заповеди Нет вопросов Игнать Тихонович Добавите Что-то Эта Женщина В тебе Увидела Большого Огромного Гробового Червя Поехали Римлянам 13 глава 10 стих Любовь Не делает Ближнему Зла Итак Любовь Есть Исполнение Закона Толкование Коротенькое Когда Говорит Что Любовь Не делает Ближнему Зла Обозначает Что она Есть Воздержание От зла А Словами Любовь Есть Исполнение Закона Указывает Что она Есть Делание Добра Итак Любовь Совершает В нас Добродетель Указываемую Законом Во всей Ее Полноте Вопросы Много Слов Сказано Любви Различными Поэтами А Здесь Буквально Две Строчки И Пять Строк Толкования О Любви А Книги Там Написаны Читать Не Читать А Спроси У человека Что такое Любовь Вряд ли Кто Скажет Любовь Весь Исполнение Закона Такого Закона Закона Божьего Он Так Заповедовал Любить Друг Друга Нет Вопросов Игнать Тихонич О любви Я не понимаю Откуда Такое Вышло Что Я любить Должен Того Который Недостоин Никакой Степени Любви Написано Вот Попал Разбойником Мимо Прошел Священник Левит И дальше Самарянин Взял его И теперь Вопрос Кто ближний Почему Он не назвал Священника Хотя Он ему И неприятен Самарянин Он прямо Не сказал Самарянин Он даже Произносить Златоуст Говорит Не хотел Оказавши Ему Милость Ну милость Но не грабитель Когда они По сильными налогами Разоряют Полностью Все Отдать Но что его Любить Нигде не повеленно Как любить Я могу только Плакать и молиться Он недостоин Люби И это невозможно Насиловать человека Люби его Как ты можешь любить Это мазохизм Настоящий Получится Ближнего твоего И в притче Выведен Ближний Помогающий Который оказал Помощь Другой веры Человек Другой нации Неважно Кто мусульманин Или кто А который Тебя грабит Он тебе никогда Ближним не было Не будет Это обман будет Такого учения Христа нет Если покориться Это один вопрос Власть должна Меня от него Защищать Вот теперь Я молюсь за власть И не с любовью А просто Обязан молиться У меня нету Призыва Чтобы я власть Любил Любил Сталина Любил Гитлера Любил Антихриста Тут не надо Перебарщивать Куда-то И ближнего Больше чем себя Вывод такой делать Но повеления Нету Нигде Любить Как самого себя Самого себя Никак не больше Иначе для себя Ничего не останется Все А можно еще Сергей я добавлю Добавь Я просто Иначе Молочу вопрос А как говорится О заповеди Любви К врагам Да Ты меня перейдет Тоже Как раз Против Ну ладно Все Повтори Повтори еще раз Игнать Тихонич Тебя не расслышал Наверное Рядом Я говорю А как же Любовь к врагам Игнать Тихонич Вам вопрос А зачем Отмечать Ничего этого нету Какой враг Надо сначала разбирать В чем он враг Речь идет Совсем не об этом Вот он Окупант захватил И я его должен любить Гитлер захватил Нашу территорию А я его буду любить А свои меня за это Расстреливать будут Покориться я Покорился А любить я его не могу И у меня нет Это ни в природе Нигде этого закона нету Любите врагов То есть Смысл-то заложили Какой здесь Я не должен мстить ему Я не должен убивать его Но не более того В сердце воздвигнуть Любовь к врагу Это невозможно Это врага всего А теперь Уже Филарета придумали Это свои враги Враги церкви Враги отечества Значит врага отечества Убей Своему Ты можешь простить А за церковь Которая там молится Он Три ступени сделал Нигде этого нету Это выдумка Все Убить Вот они не могут Остановиться на этом Не убей Это заповедь в силе А любить его Только заключается В том любовь Что я не взялся за оружие И башку ему не отрезал Он у меня семью расстрелял Дом сжег Как у мусульманина У него все стоит на месте Это враг и воюй Но у нас Прямо говорится Что враг голоден Накорми его В этом и любовь А не то что я Три сесть буду Улыбаться Стоять им А рядом мертвый сын Зарезанный им Это не может быть Слово Любовь Показано Жаждет Напой Вот это моя любовь А не то что В сердце вызвать чувство Любви Восхищаться Ой какой пришел Гот Метунс Вот молодец Он захватил Ленинград Поморил Больше миллиона голода Ой какой молодец Манштейн Я люблю Манштейна Да тебя даже дураком не назовут То что Манштейн попался в плен А я его не убил Вот это моя любовь Жизнь подарил бы ему Я не о себе говорю А вообще Тут надо понимать Где градация Любви врагов А дальше говорится Напои Накорми Все кончилось Дальше ничего нет Не написано Чтобы я отдал ему постель Свою жену И прочее Все отошел Володя доволен ответом? Доволен А другого ответа нету Нету другого Любовь Это широкое понятие И здесь Она ограничена Двойна моментами Накорми Накорми Больше ничего не сказано И кто ближний? Священник Самый близкий Не тут то было Но и якон Тот стоял рядом Потресся Нет Самарянин Вот теперь С ближним Ты разговаривай Как? Ты должен всю жизнь Ему быть благодарен Любить его Он спас тебя За тебя два динария отдал Ветхий Новый Завет Это мой Господь С неба сошедший Вот тут стало Все теперь на место А так Люби врага Ну покажи мне Кто любил? Как я его могу любить? Он захватчик Пришел на нашу землю В мирное время Грабит города Сжигает А я буду стоять Улыбаться любить Не убей его Вот не убей А государство поймет Правильно или неправильно Дело Меня вместе с ним Поставят к стенке Римлянам 13 глава 11 стих Так поступайте Зная время Что наступил уже час Пробудиться нам от сна Ибо ныне ближе к нам спасение Нежели когда мы уверовали Толкование Вы должны весьма высоко ценить любовь А через нее все прочие добродетели Таково уже время Близок день воскресения Близок суд И нам должно пробудиться от сна нерадения И быть готовыми к делам Достойным воскресения Вероятно они в начале По обращении своем Были ревностнейшими А потом В течение времени Охладели Поэтому говорит Теперь мы ближе к будущему веку Ибо его разумеет под спасением Назвав его Так с лучшей его стороны Потому что для грешников Он не спасение Но погибель Приближаясь же к будущей жизни Мы должны усилить свое внимание Это и показывает далее Давайте далее Прочитаем Римлянам 13 глава 12 стих Ночь прошла А день приблизился Итак Отвергнем дела тьмы И обличемся в оружие света Толкование То есть ночь скоро кончится Например положим Что ночь состоит из 12 часов Когда пройдет 10 часов То говорим что ночь кончается Вместо Прошла близка к концу Ночью Называет настоящий век Потому что в нем Многие находятся во тьме И житие каждого покрыто тьмой А днем именует век будущий Как по причине светлости праведных Так и потому что тогда Откроются тайны всех В Евангелии же днем называется Настоящий век Потому что во время его Должно делать А ночью именуется будущий век Потому что тогда Никто не может делать Об этом читаем Иван Гриетана 9 глава 4 стих Делами назвал Греховные действия Как нечто трудное Напряженное С великими неудобствами Подверженное Тысячам опасностей Даже в нынешнем веке Оружием света Наименовал действия добродетельные Ибо они поставляют Имеющего их Как оружие в безопасности И делают светлым Как оружие света Словами отвергнем И обличемся Показал удобство Того и другого То есть и удаление от злых дел И обращение к добродетели Как не трудно Отложить одежду И облечься в другую Так возможно Удалиться от порока И воспринять Добродетели Вопросы? Все понятно? Игорь Михайлович Добавите Теперь мы ближе К спасению И тут почему-то Феофилак не совсем Ясно выразился Допустим Я обратился к Богу После обращения У меня В 20 лет пришел А в 70 лет жизнь Кончается И уже 69 лет Мне Ясно, что к спасению Когда мы умираем Дали он поясняет Ближе Мы должны так и понимать А не так, что Пришла старость И стоит человек И тоскует И охота согрешить И ни к чему У него нету уже И все у него Опавшее Так вот не так Ночь прошла День приблизился То есть Ближе теперь спасение Мы почти вплотную Подошли к финишу Назначено поприще Пробежать И мы его прошли Межи мои Прошли по прекрасным местам Наследие мои Приятно для меня Путь окончен И апостол Павел говорит Желаю разрешиться И быть со Христом Что несравненно лучше Ты должен это вспомнить А не так, что старейшие Я вот Ясно дело У нас в общине Из мужчин Я старший Так я смотрю на молодых С великой скорбью Как они будут Переносить Когда придет А я Свободен Все Еще день Завтра или одна ночь И меня уже не будет Все Путь окончен Последняя вешка И до свидания Я с Моисеем На своей вершине В последний раз Смотрю из-под руки Враги с собаками С биноклями В машине Мой след Вынюхивает У кустов реки Моя погоня Гнались до упаду Я отошел Не досягаем вам Прощай, земля Азарт Закон ограда Мой труд Следы Считайте по слогам Я успевал На каждом повороте Засеять поле Застолбить межу Со златоустом Путь Житийный Пройден С той стороны земли На все гляжу Вот так мне на сердце Положено было написать Хорошо Послание к римлянам 13 глава 13 стих Как днем будем вести себя благочинно Не предаваясь ни пированием И пьянству Ни сладострастию и распутству Ни ссорам и зависти Толкование Выше сказал День приблизился А теперь показывает Что он уже наступает И учит вести себя в нем благочинно Благочинством Привлекает тех Которые много уважали Славу народную И не сказал Ведите себя Но Будем вести себя Делая свое вещание Сносным Ибо ничто Ибо ничто так Не безобразно Как грех И ничто так Не доставляет Благообразия Как добродетель Не пить запрещает Но пить без меры Не употребление вина Но пьянство Пирование Пирование Называется Состояние В пьяном виде Соединенное с обидами Что называется Так же Бесчинием Пьяном состоянии Сказав прежде О пьянстве Теперь говорит О происходящем От него зле Ибо распутство Происходит От пьянства И здесь Отсекает Не сообщение С женщинами Но блуд Угасив зло Рождающееся От похоти Подавляет Теперь И то зло Которое Происходит От гнева Ибо Ничто Так не возжигает Похоти И не воспламеняет Гнев Как пьянство И бесчиние В пьяном состоянии От зависти Происходит Рвение Или ссора Потому что Завидующий Другому Доходит И до ссор Посему-то Отъяв Ссору Восходит И к началу Ее Зависти Упоминает Же о ссоре И зависти Вместе с Распутством Потому что От последнего Происходят Брани И Превращение Домов Не совсем Понятно О превращении Домов Что я здесь Имеется ввиду То есть Была семья Нормальна Стала Ненормальна Это имеется ввиду Превращение Домов Игнать Тихонович Как понимаете Никак Я не понимаю Еще раз Прочитаем Упоминает Же о ссоре И зависти Вместе с Распутством Потому что От последнего Происходят Брани И превращение Домов Разводы Распутство Ну превращение Домов Дома Терпимости Что тут не Понимать Дом Есть для того Чтобы там могли Люди отдыхать Молиться И все Там где люди Начинают пить Пьянствовать Там ничего Этого нету Это притон Распутства Даже если в храме Торговля И то И то Господь Как назвал Вы сделали Вертепом Разбойников Храм Божий А в домах То что сейчас Делается Как разговаривает Молодежь Со стариками Вот только писали Тут где-то На Булыгина Или где Она приводила Домой Бабка кормила Что-то взять Бабка не дала Она тут уже Подговорила парня И бабку задавили Вот и все Превращение Во что превратилось В дом преступности Превращение Полов То есть извращение То что идут Разные там Сатанинские Садомистские Парады Во что превратили Страну в Садом В Гаморру Понятно Послание к Римлянам 13 глава 14 стих Но облекитесь В Господа Нашего Иисуса Христа И попечения Плоти Не превращайте В похоти Толкование Совлекшись нас Одежду Греховную Украшает Наконец Наконец Облекая Нас Уже Не в оружие Света Но Что более Может Ужасать Делая Одеянием Нашим Самого Владыку Кто Вопросы Вопросы Нет вопросов Наконец 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 Говорили Говорили Иметь Одну Единожды Связь С женщиной Приравниться По энергии Разгрузить Вагон Пульман Угля Вручную Тогда показывали Пильм Боксер один Чемпион мира Российский Русский Был Советский Там был И в это время Получая телеграмму Жена родила А тренер Раз Подсчитал Девять Месяцев Назад Ага Выступление Было В Мельбурне А это В распорядок Не входило Ты вот Почему Тогда Первое Место Не занял Вот Как И поэтому Кто Дольше Живет Те Которые Живут Нормально А сегодня Как Для нормальной Жизни Виагру Там Покупай Пей Ведрами И прочее Вот Как Молодой Будешь У нас Дед Как Жеребез И все Это Рисует Все Показывает То Все Выверщено Как Похоть Погасить А не Разжечь Нормально Трудись А почему Деревни Спортом Не занимаются А вот Вы Игорь 36 Крупного Рогатого Скота Ты им Задай А потом Навоз Выкидай Оттуда И вся Тренировка Кончилась Только Дотянуться До Кровати Поэтому Все Безделье Вот Это Вот Идет И Разбрат И Все Почему В кресле Рассонате Лев Пищи Хорошее Питание Живут Как И клапан Только Один Открыт Для Энергии Ниже Пояса Другого Нету Все Послание Криминам 14 Глава Первый Стих Немощного Вере Принимайте Без Споров О Мнениях Толкование Многие Изуверовавших Иудеев И после Обращения Наблюдали Различия Яст Воздерживались От свиного Мяса И не дерзали Совсем Отстать От закона Потом Чтобы Не обличили Их В том Что Воздерживаются От Одного Мяса Свиного Воздерживались Вообще От всякого Мяса И питались Растениями Другие Были Более Совершенные Не Наблюдали Ничего Подобного И были Укоряемы От Наблюдающих Павел Опасался Чтобы Совершенные Обличая Несовершенных Неблаговременно И Ненадлежащим Образом Не Отклонили Их От Веры Христовой Поэтому Мудро Приступает К делу Заботясь О пользе И другой Стороны Он Не Отважился Сказать Укоряющим Вы Худо Делаете Дабы Не Утвердить Несовершенных В наблюдении Ими Обрядов Не Отважился Так же Сказать Обличителям Вы Хорошо Делаете Чтобы Не Сделать Их В нападках Сильнейшими Напротив Предлагает Увещание Приспособленное К тем И другим Его Обличение Направлено Казалось бы Более Против Сильнейшей Стороны Но В самом деле Вся Сила Онова Падает На Немощнейших Ибо Тот Час Выражением Немощного Показал Болезнь Таковых Когда Даже Говорит Принимайте То Указывает Нужду В великом Попечении Для них Что И Есть Признак Крайней Слабости Их Далее Цитата Без Споров О мнениях Толкования То есть Не Осуждайте Его За немощь Не Соблазняйтесь Не Смущайтесь Многими Помыслами Но Всячески Старайтесь Уврачевать Его Как Немощного Ну вот Недавно Сегодня Немощного Он более расположен. Ты с этим согласен? Рака за камень не надо заводить. Я тебе не отвечу. Зачем ты меня это спрашиваешь? Об этом не написано в апостоле Павла. И написано в апостоле Павла. Да, швиноед? А ты грибоед? Ну, написано без спорного мнения. Что это спорить начинаешь? Так кто спорит? Ты или я? Ты немощный или я сильнейший? Не могу понять. Кто немощный-то? Не могу понять я в этом вопросе. Кто немощный? А он говорит... Кто спорит, и тот и немощный. Но это Игнатий Тихонович сказал. Вот эту вот реплику, что ты сказал про свинью. Это придумал Игнатий Тихонович. Он пускай это исполнит. А кто хочет, пожалуйста, пускай идут за ним. Ну, ты вот это скажи и все. Зачем рак это заводить за этот камень? Ну, нету там никого. Там рак сидит просто за камнем. А почему с такой ненавистью-то надо говорить об этом? Я вот не могу понять. За них... Ну, по зависти, может быть. Римлянам 14 глава 2 стих. Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Толкование. Делает сравнение между совершенным и несовершенным. И говорит, что совершенный, дерзая по вере, безразлично питается всем. А несовершенный, как немощный, ест овощи. Поэтому последний заслуживает врачевания, а не поражения. Римлянам 14 глава 3 стих. Кто ест, не уничижай того, кто не ест. И кто не ест, не осуждай того, кто ест. Потому что Бог принял его. Толкование. Те, которые ели все, как совершенные, уничижали не идущих, как маловерных и привязанных еще к иудейству. С другой стороны, не идущие осуждали тех, которые ели все, как невоздержанных. Так как между этими многие были из язычников, Бог говорит, Бог принял его. То есть явил к нему свою неизреченную благодать. Что же ты споришь с ним о законе, когда Христос оправдал его? Римлянам 14 глава 4 стих. То ты осуждающий чужого раба. Перед своим Господом встает он или падает и будет восставлен, ибо силен Бог восстановить его. Восставить. Восставить, простите, его. Это говорит к совершенному, отклоняя его как от уничижения, так и от осуждения. Ибо совершенные дела то и другое и уничижали и осуждали несовершенных. Впрочем, скрытным образом обличение падает здесь и на несовершенных. Не потому, говорит, запрещаю тебе судить, что поведение другого не заслуживает суда, но потому, что он раб чужой, то есть не твой, но Божий. Ибо хотя он и немощен, однако не перестал быть рабом. Почему и не должно отчаиваться относительно его? Ободряя же немощного не сказал падает, но стоит или падает. То или другое случится с ним, Господу принадлежит право судить и о потере падающего, и о прибытке стоящего. Словом будет восставлен показывает, что он так колеблется и до того дошел, что один Бог может восставить его. Это говорил о людях весьма безнадежных. вопрос вопросы? Это все относится к тому времени и сейчас это ничего не работает. Это вообще ничего не надо сейчас. Нету никакого доложертвенного. Игнать Типенч, лавку. По порядку вначале. Когда доложертвенного, потом вернемся. Посмотрим сейчас, что говорит нам Святое Слово Божие. Римлянам, вот мы сейчас проходим, где 14-ая глава, 21-ый стих. Апостол Павел принадлежал к сильным, конечно, не к слабым. То есть он считал, что все можно есть. Свинину есть не грех. Вино пить не грех. Но вот правило соборное православной церкви показывает, что если человек считает, что есть свинину грех, то на него накладывается эпитимья, при том строгое эпитимья, или вино. если считает, что за грех, то на него накладывается эпитимья. Вот представь, мы сидим за столом митрополита и епископы сидят. У нас хорошие отношения. И один из них говорит, а мы про вас услышали, из России сообщили, что вы считаете вино за грех. Мне лично говорят, в синоде. Ну я говорю, ну вы пьете, я говорю, в рот не беру никакого, ни пива, ничего. А почему? Митрополит наливает своей рукой мне стакан, почти полный, вино темно-коричневое. Выпейте. Я говорю, ну я не пью и выпейте. Ну раз он говорит, я его взял и выпил. Он говорит, а больше не пейте. Теперь епископам говорит, вы убедились, что он не против? Если это грех, я в рот не взял бы. Да, так, значит, ложное обвинение было. И вот говорили, когда что нельзя есть свинину совершенно, некоторые скрывались. И святые постановили на соборе варить кашу, я не знаю еще, рисовая или какая, на свинине. Ну мясо меня тошнит, я не могу, болею от него. Но свинина в этом была. И поэтому немного ему давали этой каши, съешь, докажи. Вы думаете, священник зря выходит, иконы целует? Это он патриотизм показывает, что он не иконоборец. Мы и так знаем, раз священник, он православный. А докажи. Так и здесь. Апостол Павел пишет 14-21 римлянам. Лучше не есть мясо, не пить вина и не делать ничего такого, от чего брат твой притыкается или соблазняется или изнемогает. Тут нужно сразу добавить, что речь идет не о постах православных. Их не было тогда. Эти посты придут спустя столетия. И относить теперь к постам, ну ты постишься, я не пощусь, я не считаю за грех, эта штука тут не пройдет. Согласно правилам Аполлоса Великого, человек отлучается на два года, если не соблюдает пост. Вот сейчас будет Великий пост, Рождественский, такого нельзя прищищать. Два года он на исповеди говорит, а я пост не соблюдал. А теперь православная церковь, спроси, многие ли соблюдают, придумали первые и последнюю неделю. Аян Златоуст говорит, это такая фишка была. Говорит, у царя семь дочерей, и ты почтил первую и последнюю, а остальные с пренебрежением отвергнул. Царю понравится? Вот и весь ответ. То есть уже это было, эти семь недель, и Златоуст показал, что это десятина, и разговоров нет, 69-е апостольское правило. Тут к этому не надо прислонять. Ну а как правильно? Правильно не есть. Не есть мясо, не пить вина. Почему? Чтобы соблазна не подать. Я за сухой закон, но на свадьбе у нас вино стоит. Приносят, я сказал, сюда в общину, не приносите свинину. Надо в другой комнате, там ешьте, сидите. Колбасу хочешь, сам где-то скотину заколи, чтоб кровь вышла, не нарушить 15-ю главу Деяния апостола. Делайте колбасу без свиного. без свиного. Чтобы у нас соления было. Почему? Слишком великий соблазн. С виноедами называют мусульмане. А говорить, что жертвы нигде нет, это неправильно. Мы проезжали по буддийским сторонам, и там разные есть и кришнаиты, приносятся жертву прямо перед илами, прямо воскуряются, и они разносят, вот здесь они, которые были в сознании Кришны, и они это разносили. И наш один брат, он в то время еще к нам на занятия не ходил, взял у них и ел. Но интересно, у него это яблоко вывалилось обкуренное из рук, и он по полстам доставать его. Я говорю, тебе уже показал, ты уже животное было. Жертвенное есть, и к нему прикасаться нельзя. Но, если ты не знал, что оно от жертвоприношения курили над ним кришнаиты, не исследуй на базаре, бери и ешь, без исследования, но если знаешь, не делай ради немощи ближнего. Тут надо быть очень осторожным. Я мясо не ем. Вот одна сестра готовит. Принесла, ну нормально, как всегда. Я поел, меня скрутило, я не могу дышать. Я позвонил, Анна Кузьминична, ты что готовила-то? Ну как всегда. Ну почему такое? На чем ты варила? А я свиные ушки купила на них. Там не было ушек. Это вода была только одна. И я едва-едва оклемался. То есть настроен в сам организм не умом. Не умом. Почему? Слишком большой соблазн. Свинину я сказал, ешьте где хотите, сюда не приносите. Не надо. Почему? Мы встречаемся с мусульманами и четко говорим, у нас не бывает свинины. Мы сразу заставляем она на нас смотреть по-другому. Ничего в этом нету. Ради воздержания. Воздержание одобряется. Я ем овощи. Я слабый. Я ем не потому, что считаю за грех, потому что дешево, дешевле. Только поэтому. Я не считаю мясо за грех. Хотя никакого мяса не ем. Это большая разница. Они, Павел пишет к ним, считали за грех. Они выводили это из закона. А я из-за того, что мне это экономнее и так мне лучше. И плюс к тому, я нигде не подам соблазна свидетелям Иеговы и адвентистам седьмого дня. Они мне спросили, а что пьете? Кофе или? Я говорю, нет, только заваренное своими травами. Я сразу в их глазах возрос. Мне сразу дали слово сказать. Представили, как не подать соблазна. Не соблазн. Я бросил есть мясо, чтобы не подать соблазн. Только из-за этого стиха о Римлянам 14.21. Вот и все. Я ни у кого мясо изо рта не вытаскиваю. Ешь и, говорит, хочешь хоть как, но кровь надо выпустить. А дальше или опалил, или сварил, или коптил. Это твое дело. Тебе болеть, не мне. Свиное мясо, оно трудно перерабатывается. У тебя стелезенка не потянет. Я не кому-то определенно говорю. Посмотри на людей, которые растительный образ ведут это. У них намного здоровее тело. Ни одного лишнего килограмма нет. У них вены на ногах не лопаются. У них нормальное давление. Ну, я много ездил, видел. Повторяю, что не считают за грех хотя бы вареных змей, лягушек ели. Всякое творение Божие хорошо, ничто не предусудительно. Я бы ощущается Словом Божьей молитвой, чтобы мне не приписали это законничество. Только ради исключения соблазна. Почему? Ради проповеди. И об этом апостол Павел не один раз говорит. Лучше не есть мясо. Ну, поверили в это или нет? Так. И почему? Он говорит, 1 Коринфянам 8, 13. Если пища соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Не буду есть мясо, вовек. Почему? Ну, поясняет почему? Не соблазнить брата моего. Если... Почему? За него Христос умер. Если пища соблазняет брата, я его не буду есть. Вот и все. Весь ответ. Ну, поясните еще, в чем соблазн, пример? Как вот он смотрит... Поясняю. Он считает за закон. Он немощный. Он считает, что свинью есть нельзя. Ты можешь его зарезать, мусульманина, но он есть свинину не будет. Конину лопает. А хотя они по левиту 11 главе одинаково, нечистые. Но это его закон. Мы в доме Умулы. И они знают, и нас представляют люди, которые не только свинину. Вообще мясо не едят. Они очень высоко смотрят на это. И они меня слушают. Если ты узнаешь, свиноед тебе рта раскрыть не дадут. Они тебя из дома выгонят. Не надо смотреть на туркменов, на узбеков. Они никакие не мусульмане. Если ты настоящих мусульман не видел, съездим в Саудовскую Аравию. Там за этим строжайше смотрят. И тебя накажут, и палками отлупят, если у тебя что-то будет. Поэтому я знаю, о чем говорю. Чтобы не было соблазна для проповеди. Я впервые услышал адвентистов с седьмого дня, что не пьют кофе. И с того дня кофе, чай, какао в моем доме даже не именуются. И мне сразу открылись двери. Где бы не было, везде дают слово. Чего ради я буду? Ради утробы своей подчинить. Зачем это нужно? У нас лишние килограммы только жизнь сокращают. А когда ты постишься и соблюдаешь ради Бога, я не считаю ни одной животиной нечистой, которая выжить любой ценой. Берл Гриллс. Он правильно поступает? Он подряд все ест, саранчу, и жуков, и труп оленя нашел, или там, тюленя. С червей выковырят белки. Это можно христианину. Но если там есть, кто считает за грех, не ешь, не приблизься. Протопопа вакуум, когда был, когда в ссылке, в Даурии, воевода Пашков там их, 470 воинов только заморил. И я, говорит, грешник, приложился к звероядине. А он строжайший был исполнитель закона. К звероядине. Для этого есть молитва, иначе бы он умер. Волки ели, кости остались. Он их разломал, мозг выколотил и кашу сварил. Осквернилась вся семья. Но по-другому было нельзя. Тут надо быть внимательным, спокойным. Я это делаю ради Господа, ради любви к ближнему, чтобы не соблазнить его. И повторяю, я не отношусь к слабым. Я считаю, все можно есть. Не отношусь, но выполняю роль слабого. Немощного. Отошел. Все понятно теперь. Объяснили нам доходчиво весьма. Любовь на первом месте. Так. Идем дальше. Римлянам 14 глава 5 стих. Иной отличает день это дня, а другой судит о всяком дне равном. Всякий поступай по удостоверению своего ума. Толкование. Ступай. Одни изнуряли себя неедением или воздерживались от свиного мяса в известные дни, а другие всегда принимали пищу и осуждали постившихся. Об этих говорит, что один судит о другой иначе, тогда как дело здесь безразличное. Поэтому не должно нападать на братья из-за этого. В этом снисходит укоряемым, потому что они были еще новы в вере. Когда речь идет о догматах, мы не должны поступать по удостоверению собственного ума, но должны твердо содержать то, что получили, хотя бы ангел с неба стал благовествовать нам иное. А здесь речь идет о яствах и постах и тому подобное. И притыкающиеся об это еще новые в вере и нуждаются в снисхождении, а потому надлежало сделать им некоторое послабление относительно жизни, устроенной по всей точности. Ну вот здесь о постах я так думаю говорится уже, да? Сережа, внимательно слушай, пост означает воздержание. Не о постах православных, их не было. Они возникли в третьем веке, дальше в четвертом покров это госпожинки называется, Успенский пост. Он где-то в седьмом веке Скабалинович, профессор, вот он, Киевской академии. Книгу продавали здесь, она у нас у Севастьяна есть. Там говорится в каком веке, молитва царю небесный, там все-все описано. Больше тысячи страниц скажется в этой книге. Но здесь речь, пост называется воздержание от чего-то. Постов-то этих не было православных, он и не мог о них говорить. А у иудеев было четыре поста по одному дню. Мы об этом тоже говорили. Так что здесь к нам не относятся ничего. Тогда были какие-то в то время особые дни воздержания. Например, по пятницам они разгрузочные дни что ли устраивали или как? Да. Когда вернулись из плена относительно восстановления храма, ну у нас ответы я тебе уже давал, четыре поста пророк Захарий говорит, в какие именно дни? По одному дню постились. И Павел говорит, и время было осеннее, пост уже прошел. То есть какой пост? День, который они знали. Как у нас вот устигновение главы Иоанна Крестителя. А вот 11 сентября по новому стилю. Это пост, но он однодневный. В какой бы день не попадал. И когда на воскресенье пост, это неправильно. Не должно быть поста, потому что церковь не знала, что делать. Видите как, наплывает иногда на воскресенье. И тут говорится о постах, о воздержании пищи определенного рода мяса, свиное или какое. Не об этих наших постах. Их не было. То есть это было как бы своего рода продолжение закона, да? Как бы или... Это любовь. Что они вернулись из плена и назначили один день памятный. Заложили камень восстановления храма. У православных тоже есть один день такой. Называется воздвижение честного жертворящего креста. 27 сентября по новому стилю. А воздвижения это не было. Это основание заложила Елена императрица, мать Константина Великого, храм. А потом два события с этим соединили. Они даже не... Вот Петра и Павла 12 июля, кончина. А они жили в разное время, в разные года умерли. Но церковь соединила вместе. И на это есть причина. Вот разделились люди, а я Яна Златоуста, почитаю другой, я Василия Великого, третий Григория Богослова. И церковь установила, праздновать им в один день и все кончилось. Церковь любящая мать. И поэтому там сидели люди очень грамотные, умные, имеющие страх Божий. Когда говорится о постах и на посты, какие были, я повторяю, четыре поста, у пророка Захария упоминаются, по одному дню, в честь событий, которые у них случились намного-много позже, когда Моисей дал закон. Все. Понятно. Кремлинам 14 глава 6 стих. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Толкование. Кто говорит различает дни, для Господа различает, как благоговений. И кто не различает дни, для Господа не различает, как совершенный уже во Христе и возвысившийся над законными наблюдениями. об одном только говорит, спрашиваем, для Христа ли делают это, и благодарят ли Бога едущий и не едущий. Ибо совершаемое так не подлежит обвинению и оклеветанию. Говорит это, как я сказал, потому что римляне еще новые были в вере, но скрытным образом наносит удар и придерживающимся иудейства. Как благодарить тому, кто придерживается еще закона? Следовательно, благодарит только тот, кто ест. Брат Игорь Дыбунов упомянул об идоложертвенных. Там-то в чем соблазн заключался, что братья идоложертвенные ели? Это другого вида уже соблазна. То есть соблазн, что нарушается закон, данный Иеговой до Христа, а другой соблазн, что ели свиное мясо положенное идолом. Это другой род соблазна уже. Правильно я понимаю? Там только этот соблазн, больше никакого нет. Игнатий Тихонович это придумал к сегодняшнему дню, остальное. Хорошо. Разговор идет о братьях. Игнатий Тихонович, братьям приравнивает перегаристов этих там свидетелей и голых мусульман этих турок. Он приравнял к братьям своим. Ну не знаю в чем они ему братья там, пускай он объясняет. Но конкретно нужно говорить, раз ты сказал брату моему соблазняет его, так ты говори кто брат, почему он брат и так далее. Здесь разговор о верующих идет. Я дальше ничего не понимаю. И толкование идет о верующих, причем мусульмане и остальные. Если вы говорите о совершенно новом, я понимаю это правильно. Если вы решили благовествовать, идти ради вот этих людей, ну при чем тут братья, вот что мне интересно. Ну конкретно скажите, что там было так, а теперь вот так вот я придумал. и все. Это ваша наработка и слава Богу. Кто осуждает что ли? Только зачем все в одно то валить? Игна Тихонович, но ответьте. Кажется, брат считает... Отвечает словами Яна Златоуста. Когда люди так говорят, а что у меня общего? Яна Златоуста сурово осуждает такой ответ. Все общее. И земля общая, и воздух общий. А все братья, все люди на земле братья, все до единого. И он показывает по крови Адама. Если он говорит, те, которые пришли, и они так понимали, их легко можно было отвратить иным поведением. Поэтому такое было с нисхождением. И те, других не должны осуждать этим. Я ничего не придумал. Так делали всегда. И Павел говорит, мусульман не было тогда. Не было. А идоложертвенно было? Было. Но об этом было сказано, как вести, не исследовать на базаре, а не было это. Бери и ешь. Но если узнал, то не расположит ли сердце верующего это делать? Если не рассуждать, так, где наши братья вообще ничего не знают, не соблазняются? Мусульмане знают, свидетели Его знают, а вот вообще в пище православной ничего не понимают-то. Подряд все лопают. И мы защищать будем, нервы тратить на это. Зачем? Я говорю о воздержании. Если воздержания нету, а ради кого? Два миллиарда. Повторяю, два миллиарда. Стоит задуматься. И для них соблазняется. А я буду семью есть. Ты можешь есть, но ты потерял этих людей. Вот суть-то какая. А они не братья. Еще их дальше поясняет, почему так. Братья, да братья. Братья все люди по Адаму. По Адаму. А во Христе, которые приняли спасение во Христе, тут ответ только один. Я ничего не придумываю. Ради того, чтобы не соблазнить, не оттолкнуть. И для проповеди, Павел говорит, для благовестия, ради Евангелия смиряюсь. А защищать лишнюю пищу, ради я делаю это ради Евангелия. А который подряд все есть, ни на что не смотрит, пусть он пояснит, ради чего он делает. Тем снисхождение. По моей вере я все могу есть, но ради Христа воздерживаюсь. Вот и ответ. Я ничего не придумал. Тут может быть брат не понимает, как можно соблазнить мусульманина, который с нами за столом не сидит. А ответ наверное, что он просто не Я его братом не считаю, вот и все. Но тут не говорит апостол Павел про каких-то немусульманов и мусульманов. Он конкретно говорит о брате, который из язычества обратился к Христу. Не обратился, не обратился, обращаются, они потенциально, они только-только пришли, и ты сразу их свининой напугал. Так же мусульмане, тут прямая аналогия считают. Правильно Игнать Тихонович говорит. Христианству начинаешь... Я ничего говорю, ты всегда будешь задавать этот себе вопрос. Как всегда, уже сколько лет мы с этим бьемся? Я ничего не придумал, и в то же время Златоуц всех называет, но не толкует это место, и не говорит, что тут обо всех сказано. Конкретно о верующих во Христа тут сказано. Вот это скажите мне, и все, и дальше не надо, защищаешь, не защищаешь, вы сами защищаете непонятные места, вот и все. Но верующий то он верующий, но если его можно верующего этим соблазнить, можно верующего соблазнить едино. так было сказано апостолом Павлом, никто не ешьте свиного мяса, и все. И тогда все нормально было, стало на свои места, но однако Игнатих рассказывает, что есть грех или не грех это мясо? Не грех, он и говорит, что не грех. И он постоянно хочет доказать недоказуемое, что свинина она там нездоровая и так далее. Да не может того быть, чтобы она нездоровая или еще что-нибудь. Ну любит человек свинину, отстаньте от него, любит он свинину. Я смотрю, там умный выскочил. Ну любит он, не грех любить свинину, грех соблазнить брата поедением этой свинины. А если братьев нету соблазняющихся, то и ешь на здоровье. Так вот он считает. Но он может появиться, а может и не появиться, посмотрит ролик, о, эти христиане свинину едят. А если бы он посмотрел ролик и сказал бы, о, так они как мы, ну-ка, ну-ка дальше, чего они там толкуют-то? А вот этот Дебунов, что-то вот он... Ну едят христиане свинину, что-то как мать. Я не пойму, зачем это скрывать-то? Они едят свинину, христиане. И здесь разговор о другом шел. Игнатий Тихонович говорит на сегодняшний день, он говорит, я ничего не придумал. Это его наработка, Игнатия Тихоновича. Больше нигде этого никто не говорит. Поэтому я и говорю, это, ну, придумано им, а кем еще? Я даже не могу сказать, как папа римским. Я же только от Игнатия Тихоновича слышал. Я поэтому и говорю. Я чего плохого сказал-то, не могу понять. Ну, я свинил ем, да, ну и что дальше? Ну, я стал, они ем. Ну, ты тогда поедешь... Знаете это? Игорь, если бы ты поехал в мусульманскую страну с Игнатием Тихоновичем, ты бы в гостях у мусульман стал бы покупать свинину и есть, специально показав, показав, что ты совершенный и вот ешь свинину, или все-таки бы воздержался в этот день? Да я наоборот с узбеками у себя разговариваю, говорю, ну почему вы до конца закон свой не исполняете? Я говорю, даже я тут сало не ем, а вы, говорю, сидите и ешьте, едите, а нет, это дураки, только сало не едят, и сидят, уплётывают там его с чесноком, там с луком, а я сижу, воздерживаюсь от него, от этого сала. А он оказался не такой, тебе обидно, я зря воздерживался, да? А если бы попался в тобой, ну, настоящий, ревностный, который считает поедание свинины за грех, я вот о каких спрашиваю. Семёжа, ты что, с дуба, с дуба столь рухнул, я бы сейчас из-за этого не ел бы свинину, да я свинину не ем, сало, потому что оно не полезно, ну, для меня не полезно, сало. Я с вами поднял, есть свинина мясо, а есть сало. Подай, ты выслушай вопрос. Игнатий Тихонович, как и ты, считает, что есть свинину не грех. Здесь вы согласны. Только Игнатий Тихонович считает, что грехом является соблазнение брата, за которого умер Христос. А ты не можешь понять, что как можно соблазнить мусульманина, который, или там, ну, есть же сегодня такие люди, которые до сих пор считают, что свинина грех. Не христиане, а может быть и христиане, может и иудеи, понимаешь, они же никуда их не делись-то. Я тебе еще второй раз задаю. Если бы ты с такими людьми бы встретился сегодня, или там завтра, или там летом, бы поехали, вот и когда Тикань Жией ездил, и вот представь, если бы они приехали в дом Мулы, и купили бы поросенка, и давай его наворачивать, показав, смотри, какие мы. Ну, это же бы, сам-то посуди, правильно бы они поступили бы, или нет. Я же тебе, Сереж, еще раз рассказываю, что я, наоборот, смотрю за этим законом мусульманским очень крепко. И самих мусульман в этом обличают. Ну, так о чем договор тогда? А ты говоришь, а то буду я при мусульманах есть это, тем более таких, которые ревностные. Зато ты мне хоть одного ревностного покажи, мусульманина, и я сразу изменюсь. Но я-то их не знаю, никого. Ни одного. так поэтому тебе Бог и не посылает, а вдруг ты его соблазнишь, не дай Бог. Сейчас шариалы перестали из мяса, а потом тебе мусульмане потянутся к тебе, глядишь. Так об этом Игнатий Тихонович говорит, вдруг кто-то у тебя появится, я буду его ждать, сто лет буду жить, еще 50 лет буду ждать его. Без парасян. Нормально. Ладно, давай закончим этот вопрос. 8 минут у нас еще есть. Не про свинину давайте, уже данаел оттуда по тому. Все понятно. Вопрос, Валерий, касающийся свиней. Игнатий Тихонович, вот мы знаем, что Господь вселил свиней бесов легион, правильно? Когда исцелил недужного там этого. он говорит, сколько в тебе бесов? Легион, куда? Идите туда. Они погибли там, эти бесы вместе со свиньями? Или что с ними стало? Или они обратно прибежали? Трупы свиные прибило к берегу, они пошли, может, в людей. Легион означает, если по цифре, то 100 тысяч. Если легион по римской единице 2000, мы не знаем, что Христос имел в виду. Что бесы имели в виду? Бесы не погибают, они бессмертные. Трупы прибило к берегу, им надо было их теперь скотомогильник везти хоронить, а бесы выше, они сидеть там не будут. Они найдут себе свинью. Вот у меня поэтому вопрос-то был дальше. Там же у Иоанна, например, они ходили и сгоняли бесов. Из одной бани изгонят, те в другую баню перейдут. Правильно. Так не проще же надо было, почему Господь не дал, чтобы запрещать их во веки вечные? Ну так вопрос-то к кому? К вам. Нет, это к Господу Богу. Вы говорите, почему Господь не сделал, вот вы тогда вопрос к Господу дорогой. Знаете, спорит тот, кто ничего не знает. А Церковь Божия не имеет обыча спорить. Вот в этом наша и любовь, чтобы пищей не соблазнить кого, а не потому, что я вот, их нету рядом, а я не буду есть, я что-то придумал. Еще раз повторяю, ничего кроме любви. И поэтому путь открыт, дверь широко отверстся. Люди не видят идоложертвенно, а я вижу два миллиарда кришнаитов, там, буддистов приносят жертву прямо. Жертвенно нельзя есть. Так можно все подряд есть и ничего не признавать. Нет, это есть реальность. И мне дверь открыта везде, где бы я ни был, везде дают слово сказать. Я проповедовал не где-то в мечети, у мусульман, настоящих мусульман. Вопрос, а вы свинью едите? Я говорю, вообще мяса никакого не ем. Все, мой статус совершенно другой. Они так, я не ем, а к вам приехал, буду есть, они тебя зажмут. Но все-таки дома ешь, ты должен будешь сказать, свиноед, а тебя все отошли. О чем разговор-то идет? На первом месте любовь, а за него умер Христос. За него не умер, написано «умер». И ты соблазняешь того, за которого Христос умер. Он умер не только за наших братьев в церкви, за весь мир, за Адама, за первого человека. Тут не надо к словам каким-то говорить. Определенная любовь и не любовь. Если дверь открыта, значит, она широко открыта, закрыта, значит, я вообще никуда не выйду и никого не привлеку. Зачем спорить? Спорить, кто ничего не знает, а знающий возвещает истину. И на этом, если я обидел кого, простите, я свиню ни у кого не отбирал. Ну, я немножко по-другому спрашивал, почему Господь попускает вот это житие этих бесов и перехождение их с места на место? Почему его не убил в даю? Почему там дерево такое, познание добра и зла? Эти вопросы Господу Богу, они немного отвечены у Василия Великого и в Шестодневе и в других местах. Надо согласиться, что нам многое не вместить. Это бессмертные духи. И, наконец, они будут брошены в определенный день судны в озеро, горящий огнем и серым. А вы говорили слова Иоанна Златоуста, что для этого это и существует противник, чтобы бороться. За что бессмертные духи? бороться. Почему? Нет, чтобы было бороться, показать свою силу. Римлянам 16-20 мы дойдем, говорит, и сокрушить сатану под ноги вскоре. Это было показано Андрею Юродевым. Он начал бороться, как во сне. Он не может сделать, он выше дерева. Он, руки сзади крестом сделал, он взял его, и он сделал, как сноп обмолочен. Он поднял над демонами. Вот Иоанн Новгородский молится, а в это время в рукомойнике крышка колотится, и он понял, что дух соблазняет. Подошел и перекрестил, и вода, видимо, сделалась огнем. И он вопит, ой-ой-ой, жжет. Он тогда, говорит, вылезь оттуда, сделайся коньком, горбунком. И он привязан и стоит. Вышел и говорит, я тебя не отпущу, пока ты не сделаешь, что нужно. Отвези меня в Иерусалим из Новгорода. Представь, где Новгород. И он мгновенно там оказался. Вот тебе вечера на хуторе близи каньке Горева, Гоголя. И теперь ворота сами распахнулись, он зашел, помолился, вернулся, сел и опять прилетел. Демон аж скрежетал зубами, никому не говори, а если скажешь, пожалеешь. И он однажды в разговоре допустил, это житие святого, Иоанна, архиепископа Новгородского. Я говорю, знаю я человека один, говорит, вот так было. И он ему устроил, то ленточку подбросит, то каблучки где-то торчат. Тогда братья не вытерпели, пришли, а она раскудлаченная выскочила и за келью, никого нету, это сатана, голография. И провалилась, а ну они его и взяли, и на плот привязали, и пустили по Волхову вниз или какая там река. А плот поплыл против течения. И теперь они завопили, прости нас, отче там, или владыка, да пошли вы. И вот приплыл то есть вот так, считаем, житье Конона. И там, кто копали когда-то и нашли сосуды, вот Хаттабыч, старик, фильм есть, 32 сосуда, и там демоны были, они их распечатали, думали что-то хорошее, как они вырвались, как бури начались, болезни, вопли, и что дальше было с этим. И они у него служили в огороде, пололи дрова, кололи воду, таскали. Житье Конона. Посмотрите, невероятные вещи. Они слушались его. Если кто-то плохо говорил, они его хватали, тащили, и в печь толкали. Он на ними имел такую власть. Так что, но убить нигде не было, чтобы демона убили. Они бессмертные, как и душа человеческая. все. по-русски грешники. Но я вот Валерий еще допомню. Они-то из одного, говорит, не из одного в другого переходят. Если человек очистился от бесов, то и он принял Духа Святого, а обратной дороги им уже нет, пока он в Духе Святом. Они переселятся в другого грешника еще добавятся. То есть семь злейших возьмут. Понимаешь? То есть он не от одного верующего к другому верующему они перескакивают. Понимаешь? Там немножко у Иоанна-то о другом идет. Там из одной бани в другую баню они. И там им учили, что в одной бане там умершляли, что в другой умершляли. Там как бы народ-то. С одного места на другое. Они их в одно место выгнали, а они в другое переходят. Я не помню про баню. Про какую баню? Он говорит, что Иоанна Богослова. Он правильно говорит. Да, да, да. Иоанна Богослова. Когда они в бане с Захаром мылись, их приковали якобы там женщина, которая служить заставила. Женщина называется Романа. Романа, да. Правильно совершенно. Ну что, время у нас подошло к концу. Давайте помолимся. Поблагодарим Бога. Ростона истекала истину Блажите Тя Богородицу Хрисноблаженную и Принепорущую И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херувим И славнейшую Бессонни Безысты Богослово Ростую Сущую Богородицу Тебе Богородицу 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 Страну Которая Так далеко Ушла Тебя Пробуди Пастыри Коснись Благодатью Духа Твоего Святого Научи нас Видеть Нуждающихся В нашей Помощи Не быть Бесплодными Тебе Боже Слава И хвала За все Отец Сын И Святой Дух Аминь 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 Прости Христос Прости Христос Отвечай За все Рыжи